ребят всем привет у нас сегодня опять очередной выходной мы направились сегодня в декатлон это магазин спортивной одежды нам нужно прикупить одежду для спортзала с понедельника мы идем спортзал вот нам нужно купить какие-нибудь футболочки шортики да и девчонкам купим купальники возможно они тоже будет сами ходить и купаться там бассейн так что так вот пойдем поснимаем что-нибудь интереснее как обычно вас возьмем с нами магазин очень хороший мне очень нравятся недорогие цены то есть там есть и высокий прайс есть и низкий прайс да вот то есть на любой кошелек да да и одежда вот он этот магазин ого народу сколько сегодня людно да как-то да народу много зонтики продают смотри какие огромные 49 юаней полей на них они уходите для духовки они типа светоотражающие диаметр 110 секунды показывается надеваешь и комары бесплатный аттракцион поля будешь пробовать учете круто вообще молодец так уверенно 1 1 3 но да кстати вот смотри палатку 149 нам такие две надо катить в принципе 149 это же дешево ажи двухслойная это что спальник совсем тоненький за 49 здесь есть супер дешевая есть качественные а вот хороший спальник но допустим смотри даже по градусам даже указано вот смотри как палатка уже более серьезная смотрел на нашу семью все 300 300 юаней вот она так складывается отлично вкусно дать пишите материал такой хороший мне кажется он от дождя как раз так вот это тоже хорошая палатка здесь покрытие такое резиновое не хаума туда так хитро раз-раз и все это большая сильно получаются вот смотрите ребята вот палатка смотрите ребята какую мы раскладушку нашли надувную кровать 350 это вообще не дешево вообще мы для чего все смотрим то палатки там и так далее почему на море поездить палатка да мы хотим съездить на море шинджейн либо в гонконг поедем туда с ночевкой все нужно палатки коврики девчонки ходите на море ночевкой а ты а вот есть очень такие большие палатки я так думаю качественная цена от полутора тысячи до трех тысяч ого три тысячи юаней ну как бы ну сразу же она тяжелая чувствуется там полатище целое 4 4 а здесь две спальни и спальни вот такая она делается одна здесь спальня 2 здесь а туалет делает а ты себе и такой купальник молодец чтоб не загорать вообще да да ну так тебе раздельный же ты же хотела ласты нашла вроде напалины должны быть как раз размер 32-33 вот так они пластмассы плохо да цена всего 9 юаней гидрокостюмчик 900 стоит такая себе нашел трусы купальные 25 юаней все стоит возьму удобно смотри как сцепляется носить пара буш плавать вас вот они пальчики вот нам нужно для наших детей купить жилеты жилет стоит 149 для вероники мне кажется надо купить я поле не надо поле уже более-менее плавают это чё книжечка книжечка читать не было скучно да чтоб тебе не скучно было логично здесь по-русски все и здесь по-русски все точно это все по-русски нет только здесь по-русски смотрите ребята инструкция по-русски написана здесь в общем многоязыковая книжечка давай читай нашел себе шорты для спортзала ребят смотрите 59 юаней все тренажеры стоят так вот это стоит 2 500 все уже такие образцы пожуханные о вероничка спортом занимается давай побежала побежала быстро-быстро-быстро-быстро-быстро давай 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 будешь накачанная девка любит китайцы такой штуковиной играть 590 все кое-что прикупили идем на кассу рассчитываться оплатил я это все дело через вечер у меня вышло 771 как учетом набрала так что так много твою мою реально и кроссовки я в шоке ребята вот так мы обычно ходим муж идет в телефоне втыкает это идет ноет это губы красить вот такой вот семейный поход ну что куда мы пойдем кушать хотим кушать кушать мы что не обедали а время уже четвертый час четвертый что-то так пасмурно да что кажется что вечер да ой подожди 6 часов уже я тебе говорю уже вечер мы просто сегодня выспались нормально позавтракали не спеша ребенку не купили все то что она задумала она все хочет тапочки надо купальник надо все надо жилетку надо и в конце увидела бинокли увеличительное стекло это вообще без этого теперь жизни нет я думаю что в следующий раз настроение у нашей девочки плохое потому что утром стало очень рано это просто ужас она потом меня то есть еще спала так потом спала слышала дальше я услышала звук что она в телефоне играет и тоже пошла в компьютере забыть мультики can I watch TV please? only if you have finished your homework смотрите ребята взяли и бросили велик это мобайчик смотрите красивенький смотрите как красиво ого а это что? go это меня отлетела ой бэмакс какой грязненький не прислоняйся к нему здесь везде ремонт идет а что он делает мясо мясо что-то палочкой я всплыл это там это просто мясо что это? пи 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 насмотрелись мы на это мясо взбитое встали в очередь сначала А потом смотрели, как это мясо там впивают, взбивают, я не знаю, для бульона может. Короче, буквально немного отошли. Тут, смотрите, он чемпион пиццы. В общем, пойдем пиццу покушаем и домой пойдем. И у нас, кстати, купончики с собой. Это Куанчжоу Нали. Куанчжоу Нали, да? Это Куанчжоу. Куанчжоу Данши, да? Спрашивают, где мы живем? Да. Мы поменяли купоны, 10 купонов поменяли на большую дуриановую пиццу. Доплатили 18 юаней всего. Завтра я пойду лечить зубы, потому что они у меня все кривые. Боишься? Кажется, немножко. А, все-таки боишься чуть-чуть? Да. Ты не бойся? Нет, я слишком маленькая. Тебе вырывать не будет ничего. Тебе только посмотрят, сделают снимок. И... Больный снимок, как мне делали в России. Пришлось обратиться в китайскую стоматологию, хотя в России стоматологию это делать намного дешевле. Но пришлось в китайскую. Почему? Потому что для того, чтобы проходить это лечение, нужно постоянно, необходимо наблюдаться у врача. То есть раз в две недели нужно приезжать к врачу, чтобы он посматривал, подтягивал там и так далее, регулировал эту скобку. Подразумевается, что это будет совсем не дешево, потому что в России самое дорогое там платное, нам сказали, можно сделать за 20 тысяч. То есть это, ну, недорого совершенно. Сделают очень быстро, а здесь, я так думаю, будет стоить гораздо дороже. Ну, посмотрим. Ну, и обязательно поделимся с вами об этом. Ставьте лайки, кому интересно, напишите в комментарии, интересно ли вам узнать о стоматологии в Китае. Вот именно ортодонт, то есть лечение у ортодонта. Если вам это интересно, пишите, мы обязательно поделимся с вами. А у тебя как настроение? Нормально. Нормально? Ты расстроилась? Все нормально? Ну и ладно. Дай пить у нее. Пить у нее, пить у нее. О, принесли наш заказ, отлично. О, как пахнет дурьяном, чувствуете? А-а-а-а, она огромная, эта пища. Крылышки? Вот это крылышки. Паста? Горячая. Горячая. Вау. Горячая сыра, это аккуратненько. Хорошо, пробуйте, дамочка. Давай, рассказывай, вкусно, невкусно? Там мяско есть. Там мяско, да, это? Сладко, кисло, горько, соленое. Вкусно. Вкусно просто. Взяли мы, в общем, ребята, одну лапшу на четверых. Вот это моя порция, моя пайка. Общипали. Полина. Общипали. Два раза больше, чем для тебя. Девчонки. Так много соуса. Очень много кетчупа и фарш. Вкусно? Кукуруза с сыром. Вау, как это аппетитно выглядит. Да, я думаю, это еще и вкусно. Как кукуруза с сыром? Сыр чувствуется? Ну-ка, Полюшка, давай, рассказывай. Сладко? Кукуруза такая вкусная. Сыр так немножко чувствуется. А по вкусу сладкое? По вкусу это просто на блюдах. Ну, прям, серьезно? Да. Ничего себе. Сам попробуй. Сам попробуй, как? Сам попробуй. Хорошо. Сейчас попробую. Ммм, сладко. Ну да, маленько. Сыр чувствуется чуть-чуть. Вот таким образом мы разделили все порции на четверых. Дружно, да? Чтобы не объесть. Сам попробуй. Дуриановая пицца, ребята, вы ели хоть раз, нет? Ой, как она пахнет. Безумно. Безумно вкусно? Безумно вкусно. Короче, это ананас сверху. Да, и дуриан. И под сырной корочкой дуриан. Очень вкусно. Такой какой-то насыщенный вкус, такой какой-то сливочный сильно, я бы сказал бы. Ммм, дуриан просто младкий. Расскажи ребятам, как ты дуриан любишь. Получается, дуриан, он такой вот сладкий, еще вот такой вот большой и колючий. Дуриан, ты первый раз в Китае его пробовала, да? Вкусно, ребята. Это вы, я его китай, обязательно сюда пойдите. Куда именно, в этот? В чемпион пицца пойти? Угу. И закажите в дуриановую пиццу, да? Сам по себе дуриан имеет сливочный вкус. Плюс еще с сыром. Что на дуриан? Дуриановая пицца была. Ну все, ребят, мы наелись, очень было вкусно. Прям рекомендую, если будете в Китае, обязательно попробуйте чемпион пицца. Все, мы вышли, время 7 часов, уже так быстро стемнело. Заодно и протестирую ночную съемку. Смотрите как. Все загорелось, вывески все загорелись. Здесь достаточно светло. Сейчас пойдем вон там, где темно поснимаем, как она будет интересно снимать. Папа, ты говорил, русский киндер купишь? Ну его надо искать, доченька. Здесь его, оказывается, нету. Папа не знал, что в Китае не продают такие киндеры. А почему русские киндеры не продают в Китае? Короче, у них по закону там что-то, игрушка не должна быть вместе с едой. Вот, и продают только киндер джои, это где получается в одной половине шоколад, а в другой половине игрушка. Они не должны быть смешаны как будто бы, по закону. Вот, ребята, здесь вообще темно. Как меня видно? Полетел заказчик, заказчик полетел. Чемпион пицца полетела. Ну, таких велосипедов доставляют пиццу. Электровелосипед. Смотрите, ребята, таксисты как зазывают. Они прямо окружают. Ну, они прям в лицо, чуть ли не в лицо тыкают. Смотрите, вон руку приглашают. Пойдем, поехали. А дома мы будем отлично распаковать. Все, ребята, мы дома. Давайте сделаем небольшой обзор то, что мы купили. У нас вышло 771. Веронике, вот такие тапки взяли? Тапулечки. Вот такие тапулечки попросила Никусичка у нас. Вот такую жилеточку у нас Вероничка запросила. Ну, и мы планировали такую купить, да, Катя? Да. Вот, потому что для ныряния это самое идеальное. Классная, красочная. Гламурная такая, да. Полинке взяли мы ласты. Размер ее хорошо подходит. Катя себе для спорта взяла, для бега, для спортзала. Вот такие тапулечки. Опа, шорты какие-то взяла. Катя шорты взяла. Футболку себе взяла. Так, я себе новую футболочку взял. Так, это что такое? Тоже Катя все. Что-то все Катя. Это тоже Катя опять футболку какую-то взяла. О, шорты себе. ХБшные шорты взял для спортзала. Идеально. Купальные трусы. Ура. У меня тоже будет купальник. Это Полькин купальничек. И Катя себе взяла вот такую накидочку, или как она называется? Парео. Парео. И сейчас мы будем делать кастинг. В общем, вот такое количество вещей у нас вышло. Немного, немало. Немало, я бы сказала. Немало? Ну все, ребята, подошел день к концу. Спасибо, что были сегодня с нами. Всем пока. Пока, пока. Я буду ласты махать. Пока. А я буду ласты махать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий.